Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу по кашеварю. Давайте сделаем этот мир немножечко вкусней. Сегодня сделаем с вами офигительный рататуй. Для начала давайте забудем о двух вещах. Что рататуй это офигительный мультик, забываем про это, это очевидно. Второе, что рататуй это из французской кухни, которая ассоциируется с чем-то высоким и сложным. Я уже высказывал свое мнение насчет высокой кухни, нафиг ее. Возвращаемся с вами на землю и не забываем про то, что рататуй это простое блюдо, которое готовили обычные французские крестьяне. Сразу хочу оговориться, что если вы полезете в интернет искать рецепт рататуй, то наткнетесь скорее всего вот на такой рататуй, сложенной гармошкой и запеченной в духовке. Сразу хочу отговорить вас от такого варианта, вот почему. Самый главный довод это то, что мне такой вариант не нравится. Во-вторых, это сложнее делать, нафига усложнять. Третья причина в том, что запеченные овощи менее вкусны, чем жареные. Друзья, и так достаточно этих причин, но есть и четвертая. Согласитесь, в духовке контролировать время приготовления овощей, которое у нас естественно разное, очень сложно. А когда мы овощи обжариваем, тем более последовательно друг за другом, то это делать гораздо проще. Четыре причины и вот вам пятая. Я абсолютно убежден, что прованские крестьяне не заморачивались над тем, как красиво выложить это блюдо. Они просто это готовили в виде рагу и кушали. Надеюсь, что убедил. Итак, что нам потребуется для вкусного рататычка? Кабачок. Синякий баклажанчик. Желтые и красные болгарские перцы. Луковица. Оливковое масло. Зелень петрушки. Сбор прованских травок. В принципе, сильно заморачиваться с прованскими травами не надо. Вот какая сушеная зеленушка у вас есть, добавляйте. Есть базилик, добавляйте. Есть розмарин, добавляйте. Мята, добавляйте. В общем, все, что у вас есть, сухенькое, желательно намешать. И, конечно же, зелененькое. Не надо паприки, это лишнее здесь. Молотый кориандр. Сахарок. Без чеснока никуда. Соль и перец. Сначала начнем с того, что нарежем овощи. В этом рецепте придется очень много резать. И гораздо удобнее делать это классными ножами. Я буду это делать полюбившимися мне ножами от фирмы Самура. Все овощи надо нарезать не очень крупными кубиками. И главное, чтобы они были все одинакового размера. Сначала нарежем кабачок и баклажан. Всегда, когда вы готовите баклажаны, есть риск, что баклажан будет горчить. Чтобы не рисковать, я советую каждый раз так делать. Складывать в сито баклажаны, солить солью. И оставлять минут на 20, чтобы стекложидкость вместе с горечью. Вы спросите, а что с кабачками? Да, в общем-то, ничего. Пусть лежат и ждут своей очереди. Пока баклажаны стекают, дорезаем остальные овощи. Перцы и помидоры нарезаем примерно на тот же размер, что мы нарезали баклажаны с кабачками. Ну что, друзья, скажите про керамику Самура? Режет офигительно. Смотрите. Не давлю практически. Опа. Помидоры, вы знаете, это нежный овощ, да? Его, как сказать, раздавить, как нечего делать. А Самура режет прекрасно. Все. Рубим 10-15 грамм где-то зелени. Это где-то треть вот такого пучка. Нарезка, в принципе, у нас готова, друзья. Можно приступать к приготовлению. В этом блюде очень важную роль играет масло. Это блюдо такое масляное. В этом тоже есть фишка. Я буду готовить на оливковом масле Iberica Extra Virgin. Передо мной всегда стоит дилемма жарить на рафинированном или нерафинированном масле. Сегодня я решил жарить на нерафинированном, потому что очень хочу ощутить запах испанских оливковых плантаций. А оно мне позволит это сделать. Удобнее всего готовить рататой в какой-нибудь высокой емкости. Если у вас есть большая сковородка, хорошо. Есть вок, супер. Если ничего этого нет, то возьмите просто кастрюлю. Сковородки разогреваем оливковое масло, причем хорошо разогреваем. Если вы бросите овощи в ненагретое масло, то они превратятся в кашу, а не в румяные красивые кусочки овощей. Я заморочусь и буду для красоты готовить каждый овощ по отдельности. Сначала надо обжарить лук до состояния, когда он начнет карамелизоваться, то есть коричневеть. Отложим его. Опять добавлю оливковое масло и заброшу баклажаны. Каждый раз перед каждыми овощами добавляйте масло. Обжариваем, помешивая. Кстати, интернет дает пояснение, что рататуя – это производная от нескольких французских слов, которая буквально означает «мешать перемешивать еду». Поэтому не стесняемся помешивать наши овощи. Это, кстати, еще один довод в пользу именно этого варианта приготовления рататуя, а не запеченного в духовке. Как в духовке можно перемешивать еду? Я не понимаю. Когда баклажаны начнут подрумяниваться, добавляем туда кубики кабачков. И будем обжаривать, помешивать до тех пор, пока оба овоща красиво не зазолотятся. Желательно их не пережарить. Лучше даже оставить немножко с хрустинкой внутри эти овощи. А как это определить, вы меня спросите? Да очень просто. Попробуйте и все. Откладываем в сторону кабачки и баклажаны. Теперь обжариваем перцы. Опять-таки не забываем про масло. Подливаем для каждой порции немножечко масла. Через 3-5 минут обжаривания добавляем туда чеснок, щепотку сахара, томатную пасту и помидоры. В принципе, вместо томатной пасты добавить можно кетчуп, но тогда не надо добавлять сахар. Сахар у нас здесь исключительно для того, чтобы компенсировать кислоту томатной пасты. На этом же этапе забрасываем сушеные травки, которые мы отобрали для этого блюда, чтобы они начинали прогреваться и отдавать весь аромат. Теперь к нашим помидорам добавляем ранее обжаренные овощи. Это баклажан, кабачок и лук. В этот момент солим, перчим, добавляем молотый кориандр. Кориандр это не обязательный ингредиент. Можно и добавлять, если не любите, но вообще к овощам он офигительно подходит. Еще комментарий насчет соли. Очень важно солить именно в конце, потому что если вы будете солить в начале, соль выпустит сок из всех наших овощей и опять-таки мы рискуем сделать кашу какую-то овощную. Сейчас же добавляем нашу петрушку, все перемешиваем, друзья. Даем немножко прогреться всему и снимаем с огня. Все, в принципе, ротатуйчик у нас готов. Можно его подать к столу. А, кстати, есть его можно как горячим, так и холодным. Он по-любому вкусный. Согласитесь, что такой вариант больше похож на тот вариант, который, скорее всего, готовили прованские крестьяне у себя дома. Без всяких этих запеченных заморочек. Ну что, друзья, я лезу за вилкой. Хочу попробовать свой ротатуй. Что же у меня получилось, мне самому интересно. Хотя я, в принципе, знаю, что из этого получается. Но каждый раз все равно любопытно. Кто мне говорит, не чавкай, друзья. Идите нафиг. Буду чавкать. Ибо вкусно это все. Класс. Знаете, в чем огромное преимущество этого ротатуйя перед любой, перед любым овощным рагом. Потому что тут каждый овощ, айденто, так сказать, похрустывает слегка. Я очень это люблю. Свежесть, свежесть. Пахнет летом. Ммм, супер. Очень рекомендую готовить такую штучку. Ротатуй. Никаких запеченных ротатуев. Просто жареный, ну, как сказать, жареный-тушеный ротатуйчик. Друзья, во, повторяйте. С вами была Передальщик и Кашеварин. Мы сделали этот мир немножко вкуснее. Всем пока и до новых встреч.